Это другая среда, другая социализация, это расслоение началось еще тогда, это одна из причин разложения Советского Союза в том числе. Но апогея достигает именно сейчас. Поэтому супергерои, которых пытаются создать у нас сейчас, они себя ведут как стритрейсеры. В чем заключается патриотизм богемной тусовки? Это ездить на России, как на элитном спорткаре или на танке, и чтобы все вокруг визжали и боялись. Не смешите наши эскандеры. Они с тем же, с той же самой эмоцией гоняют по Москве в Минской улице, сбивая людей. Потому что для них мир это Диснейленд, в котором они развлекаются. Они оторваны от нас. В принципе они от нас оторваны. Они не знают, как в этом фильме Ширли Мурли, с пучком этого лука. Где ваши корни? Дело не в том, что они должны в деревню вернуться и ходить как в рубахе, как Лев Толстой. Хотя Лев Толстой как раз романулся в крестьянство, в рубаху и в лапти. Именно в связи с тем, что он почувствовал, что между интеллигенцией и народом наступает какой-то такой раскол, разрыв. Он чувствовал, что наступает какой-то ужас интеллигентский. Что наступает какая-то трагедия, приближается к интеллигенции. Он пытался эту трагедию избежать. Он пытался ее избежать вот таким вот образом. А наша эта трагедия даже уже не ощущают. Она настолько сильно произошла, настолько позади, что это ощущение уже все. Она уже исчезла, растворилась и так далее. Они ничего уже не чувствуют. Это вот фильм «Защитники», который, я говорю, это психология стритрейсеров. У них супергерои с сознанием золотой богемной молодежи. Они гоняют на своих суперсилах по Москве. И, собственно говоря, в Москве никакого народа нет. Почему? Потому что это очень удобно. Им бы тоже хотелось, чтобы этим, которые гоняют на Ламборджини, Бугатти и Каенах, им бы тоже хотелось, чтобы мы тут не мешались, на Москве, Мовской улице. Чего? Человек пошел в храм, его раз Каеном задавило. Спрашивается, чего он пошел? В моей Москве, какой-то там храм, зачем? Это вот и люди, которые снимают кино, они плоть от плоти именно вот этой оторванной, сверхбогатой тусовки, оторванной от общества, от жизни, от народа и так далее. Поэтому они не могут ничего найти в нас, за что можно было бы зацепиться. Они не знают, о чем можно снять фильм. Они не могут снять второго Данила Багрова, потому что они не чувствуют народных запросов. Господи, они не могут снять фильм про вежливых людей, потому что для них событие присоединения Крыма, оно вообще отсутствует. А если присутствует в их жизни, то оно присутствует именно как писк какой-то вот об капот машины. То есть где-то мы еще очень клево, значит, кого-то искандарами напугали. Два миллиона граждан, которых мы спасли, в их сознании отсутствует. В их сознании присутствует только то, что мы Украину нагнули, нагнули кого-то, над кем-то подминировали и так далее. А два миллиона граждан, это как, ну, кто их вообще считает-то? Ну, примерно так. С огромным удовольствием я вот сейчас пытаюсь договориться, значит, об интервью, на тему исторические, которые, как мне лично кажется сейчас наиболее актуальны, ставящим Дюковым. Вот, и я надеюсь, что рано или поздно мы с ним договоримся и отснимем. Вот, и все будет хорошо, это все эти видео появятся на этом же канале. Как вы понимаете, у нас все, да, в том числе и правительство, является результатом компромисса. А вот, значит, я не говорю, что это плохо, и не говорю, что это хорошо. Это так, как оно есть, так оно и есть. А, скажем так, альтернативой компромиссу, да, является принципиальность, да, но она может кончиться гражданской войной, это раз. Поэтому это большой-большой вопрос, что лучше компромисс, как бы, добрый мир или хорошая ссора. Значит, второе, это бюрократы, то есть, как бы, это бюрократы. Поэтому они, а, верные, и одновременно, и верные сподвижники Владимира Владимировича, и коррупционеры, воры и так далее и тому подобное. Вот, это такая вот российская, и не только российская, кстати сказать, бинарность, как бы, квантовая такая, вот, когда человек является и тем, и другим. Вот, значит, и третье, значит, либеральные, нелиберальные методы управления экономикой и так далее. Есть методы, которые применимы к конкретной ситуации, к конкретной системе, к конкретному времени, к конкретной ситуации. Есть методы, которые неприменимы, есть методы, которые работают, и есть методы, которые не работают. Есть методы, которыми ты можешь воспользоваться, есть методы, которые теоретически воспользоваться не можешь. Как вот в анекдоте про лечение кур, там, где Горбачёва приходит, кур, и дохнут Михаил Сергеевич, он говорит, нарисуйте, значит, на курятнике зелёный квадрат, Говорят, а куры-то дохнут, продолжают, ну нарисуйте еще красный треугольник в этом зеленом квадрате А куры-то дохнут, ну и так далее, потом все корни, значит все куры подохли Значит, Горбачев говорит, какая жалость, у меня было столько интересных еще идей Вот, или то же самое, что Сергей Иванович любит рассказывать анекдот про кролики, станьте ежиками Почему нас соку кушают? А вы станьте ежиками, вас не будут кушать А как стать ежиками? Я не знаю, я теоретик То есть мы не можем воспользоваться теми методами, допустим нелиберальными Потому что их у нас нет в распоряжении, этих карт нет на руках Мы не можем играть теми картами, которых нет Нет, этого не может быть Нельзя стать ежиком, нужно выжить кроликом Или там, кто кем вы там являетесь, крокодилом, медведем и так далее Нельзя себя придумать таким, каким нам хочется Мы должны адаптироваться к существующей обстановке, исходя из имеющихся ресурсов А ресурсы у нас сейчас вот такие Можно придумать, конечно, сейчас что-нибудь вводе военного коммунизма Расстрельных команд, продоразверстки и прочих интересных вещей Вопрос в этом состоянии, нам это точно необходимо? Второй вопрос, нам в этом состоянии точно эта страна выдержит? И так далее Существует множество вариантов Вопрос в том, насколько они применимы Либеральны они, нелиберальны, коммунистические, националистические Есть то, что есть То, что ты можешь сделать, а есть, что ты не можешь сделать И рассуждать о том, что ты не можешь сделать, бессмысленно Я знаю то, что ничего не знаю Нет, на самом деле, я прекрасно понимаю, что я не знаю всего И все, что я излагаю И то, что публикуется в СМИ, публицистика То, что я пишу в своем блоге То, что я сейчас с вами разговариваю Это моя личная точка зрения Которую я не принимаю за истину в последней инстанции Я знаю, что я не очень хорошо разбираюсь в экономике И, допустим, очень плохо разбираюсь в точных науках Слава тебе, Господи, что у меня просто хватает мозгов И остальных познаний, чтобы знать, что я в них плохо разбираюсь И поэтому, когда я знаю, что этот вопрос я сам решить не могу Я иду, либо я спрашиваю того, кому доверяю В области истории, Сашу Дюкову, Володю Семендею я беспокою В области режиссура, Сережу Головченко беспокою В области литературы я свою жену, как правило, беспокою И так далее Либо я читаю много книжек Вот и все Чего всем так наблюдить не нравится? Я не понимаю Он очень милый человек Между прочим, в 2011 году То есть, как вокруг него ходили хороводы Помните? Бери шапку, бери бармы Прямо это самое Прямо вот Его фактически прям вот уже обрежали царем Это мало какой человек В общем способен выдержать это и не поддаться А он выдержал Вот Это означает, что у человека рефлексивные механизмы психики Да, о господи Совесть, короче, у него есть Мы только что буквально говорили о том, что происходит с людьми Когда они оторвались от общества Значит, эти люди, у них патологическая, у них нарушенная социализация У них, их система ценностей, она инопланетная Вот Она вся начинает вращаться вокруг абсолютно второстепенных вещей Вместо взаимоотношений между людьми, настоящих Дружбы, товарищества и так далее Они вдруг У них какую-то сверхценность Может обрести там, не знаю, женские половые органы Да, вокруг которых начинает вращаться вся вселенная Вот И все ими объясняться Вот И так далее Почему это произошло? Это произошло, это происходит в силу как раз имущественного расслоения Вот Богатство, оно плохо не только для общества Оно плохо не только для бедных Оно плохо для богатых Потому что это богатство их убивает Вот Оно не дает им быть людьми, не позволяет Вот И В Библии достаточно, так сказать, эпизодов, которые прямо об этом говорят Вот Есть прямо, есть косвенно Так это Есть места Вот Их можно найти, процитировать и так далее Поэтому Конечно же, если Ну, для того, чтобы понимать Вообще, так сказать Ненормальность этого положения Нужно, безусловно, считать, что Человек – это некая высшая ценность Что у человека есть какая-то высшая точка Которая он должен стремиться То есть, человек должен располагаться в системе координат не в собственном центре А вот А человек должен являться каким-то вектором То есть, как бы, человек должен пониматься, как нечто восходящее Да? Что восхождение – это прямая природа и предназначение человека Если этого понимания нет, да? То все дозволено, как говорил Достоевский Да? Любое состояние человека естественно То есть, если Отсчеты в виде высшей ценности Высшей цели Бога Или чего-то еще такого Богозаменителя какого-то Ну, поверьте, суррогат, он всегда хуже, чем настоящая вещь Мне так кажется Если он отсутствует То человек не вектор Человек – точка И тогда любое состояние человека естественно И тогда все дозволено И когда Достоевский говорил, что русский человек без православия – это гадость Он имел в виду примерно вот это А не отнюдь Так сказать По приказу попов Лавил на русский народ Поэтому Социализм Да? Невозможен без христианства А христианство настоящее Применение В своей жизни христианских принципов Оно неизбежно приведет к социалистическому мировоззрению политическому Поэтому Одно без другого невозможно Ну что значит непонятно кому Там вполне понятно кому Роснефть пошла И нет там никаких тайн особых Это образовывается то, что называется картелем То есть компания-производитель или добытчик Значит продала часть акций компании-дистрибьютору А компания-дистрибьютору оплатила эти акции своими собственными акциями Вот И таким образом Значит образовался Как бы клуб по интересам Который рос в нефти И вообще и нам в общем-то выбран Вот Способен лучше лоббировать свои интересы на международном аналитическом рынке Вот Это в общем-то Для того, чтобы в общем-то это понять Достаточно и моих познаний в экономике Не столь богатых Значит Дальше Приватизация возможно тогда Когда есть Класс В пользу которого это можно приватизировать что-нибудь Который неразрывно связан с нашими интересами На данный момент Класс такой В принципе он в наличии Но он вот такусенький Вот такой А вот поэтому я предпочитаю Нынешнее состояние Государственных Высоко-высоко-высоко-высоко-высоко Оплачиваемых топ-менеджеров Но чтобы государственные Компании становились в основном государственными И Приватизация шла только в экстренных случаях Как типа Роснефти По поводу мясорубки Роснано ничего не могу сказать Отчеты у Роснано прекрасные А дальше следствие покажет Дело тут не в моих познаниях в экономике А здесь дело скорее в моей личной пристрастности И личной сердечной антипатии По отношению к Антоле Борисовичу Чубайцу Я просто не верю в то Что он способен заниматься честным трудом Я не верю в это Будут И это будет такая бойня страшная Вот Хотя может еще в США Не знаю Может быть мы еще до Майдана в США доживем Понимаешь Невозможно Невозможно по всему миру разводить Украину Да Не подхватить ее самому Поэтому Всякое может быть У истории конца не бывает Это во-первых Любой человек который объявляет конец истории И окончательную победу Этот человек уже потерпел половину поражения Значит По поводу конечной цели на Украине Все понятно Берлин и так далее Я тебя разочарую Мой дорогой друг Вот например Солженицын Он писал Что У нас шла оборонительная священная война До тех пор пока мы не вышли на границы СССР А потом она превратилась в подлую захватническую войну Вот он так себе это представлял Хотя говоря это самое По-моему В времена войны Вообще я считал что нужно завоевать еще Англию и Францию То есть на самом деле есть огромная палитра людей Как бы мнение относительно того Какие вообще могут быть цели Во Второй мировой войне в том числе Реально существовали люди которые считали Что союзничество с Англией и Францией Это сотрудничество с капиталом Которое недопустимо Нужно вообще воевать против всех А Сталин предатель Ну предатель Сталин Он предал дело коммунизма Он вступил в альянс с капиталистами из Америки Франции и Англии Как такое вообще можно Надо Сталина свергать Срочно Потому что коммунизм в опасности И таких людей отправляли Понятно куда Они даже не понимали за что К коммунистическому государству Так коммунисты обидели Кто-то считал что нужно остановиться На границе СССР Иначе мы станем захватчиками Таких дебилов тоже лечили Ну другими способами Хотя может быть и теми же самыми Вот Значит Поэтому даже тогда Разброс во мнениях был огромен Вот сколько на свете кретинов Столько и мнений Вот сейчас вот Я смотрю с удовольствием Наблюдаю за полицистикой Максима Калашникова Который на самом деле Кучеренко Владимир Кстати Вот ушлый хохол Взял присвоил себе имя бренд Максим Калашенко Какой ты Калашников Ты хохол Ты хохол Ты Кучеренко Вот Это самое Взяли вкодло самозванцев Там Которая Значит Вокруг Бегает Прыгает И кричит Что они очень героические Настолько героические Что просто вообще Просто невероятно Вот Я такой националист Такой националист Что У меня Даже родинки Русские А я такой коммунист Такой коммунист Что прям тоже не могу Я больше коммунист Чем Сталин Вот Сталин во время войны Открывал храмы И восстанавливал патриаршество И семинарии открывал А я такой коммунист Что я буду бороться с православием Вообще просто И с церковью Вообще любуется иной Локти в руки, дорогой Вот И значит Нынешняя цель Нынешняя цель Ну вообще Конечно Как это сказать Леди На такие вопросы Не отвечают Потому что Джентльмены Их не задают Да Вот Но вообще В принципе Да В общем Да Цель Безусловно Деноцификации Украины Деноцификации Украины Значит Украину подорвали И нацифицировали Специально для того Чтобы разделить Россию и Европу Разделять и властвовать Вот Именно отсюда Такая мягкая риторика Товарища Путина В адрес европейских партнеров Потому что Вся ситуация Была спровоцирована Именно для того Чтобы Была жесткая риторика С обоих сторон И как гораздо более Так сказать Понарастающий Так чтобы конфликт Раскручивался За счет риторики За счет движения И так далее Товарищ Путин Ведет себя Вдвойне Мягко Как ведут себя По отношению С агрессивными Нормальными Или Очень Разгневанными Так сказать И Или Там Людьми под препаратами Вот Он Добрый такой Доктор В белом халате И так далее И тому подобное В этом дурдоме Пытается Значит Всех успокоить Вот Потому что Победа Это никогда Европа В кровище Лежит у твоих ног В радиоактивном пепле Да А победа Это когда ты не позволил Вообще этому Произойти Этой ссоре В этом стратегия Вот Стратегия Не в том Чтобы мы опять Брали Берлин Значит И топтали там Все сапожищами Да Значит И раздавали Из полевых кухонь Там Гречневую кашу И Трахали немок За банку тушенки Дело Смысл не в этом Вот А смысл в том Что США Они создали Огромную Торговую империю Торговую И финансовую Вот И Союз Европы И России Делает Эту империю Лишней Абсолютно Лишней Россия Лежит на пути Между Китаем И Европой Она находится В центре Торговых Промышленных Финансовых Связей У нее Прекрасный Оборонный Аппарат Она может Играть роль Мировой Крыши Вот На торговых Путях На пути Сотрудничества На Пути Дипломатического Сотрудничества Она Вполне Катит На роль Разводящего Смотрящего И так далее Вот И Безусловно Если Такая Штуковина Такая Конструкция Состоится Тогда Финансы Сотрудничества Не Идут Через Территорию России А если Они там Пойдут Кому Эти Одиннадцать Авианосных Групп Нужны Это Тогда Будут Просто Большие Плавающие Бассейны Все И Все Собственно Говоря И на этом Все Закончится И Доллар Закончится И все Остальное Закончится Вот И Украина Это Один из Способов Прибалтан Приготовиться Вот Значит Как только С Украиной Разберутся Конечно Жажахнут Их Не потому Что Мы хотим Топтать Прибалтику Нахрен Нам Нужны Вот А потому Что Вся Администрация Которая К вам Понаехала Из Канады Значит Из Южной Америки Дети Бывших Нацитических Коллаборационистов Прочая Шваль Все Это Устроено Таким Образом Чтобы Превратить Ваши Страны В Бомбы А Вот Топтатью